Дарваза Газовый кратер в Туркменистане Местные жители и путешественники называют его дверью в преисподнюю, или вратами Ада, турком Йоэнними Ачилангапы Находится в 90 километрах от Аула Ербент в Дашагузском Велаяте Диаметр кратера составляет приблизительно 60 метров Глубина – около 20 метров В 1971 году возле деревни Дарваза в Туркменистане советские геологи обнаружили скопление подземного газа В результате раскопок и бурения разведочной скважины геологи наткнулись на подземную каверну – пустоту, из-за чего земля провалилась и образовалась большая дыра, наполненная газом Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом провалилась в образовавшуюся дыру Люди при этом инциденте не пострадали Чтобы вредные для людей из скота газы не выходили наружу, их решили поджечь Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но ошиблись С 1971 года природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днем и ночью Деревня Дарваза в 2004 году была снесена В 2010 году президент Туркменистана Гурбан Гулаберда Мухаммедов посетил Дарвазу и заявил, что кратер должен быть засыпан, или должны быть приняты другие меры для ограничения его влияния на добычу газа в других месторождениях района В ноябре 2013 года известный путешественник и исследователь Джордж Каранис из Канады спустился на дно кратера для проведения исследований и сбора образцов Ему удалось найти бактерии, которые живут на дне кратера при высоких температурах Эти бактерии не встречаются нигде на поверхности Земли и чувствуют себя превосходно Живя в небольшой экосистеме на дне раскаленного кратера Кратеры Дарваза недалеко от горящего кратера находятся еще два подобных провала аналогичного происхождения Эти кратеры не горят, давление газа здесь гораздо слабее На дне одного из кратеров пузырящаяся жидкая грязь светло-серого цвета На дне другого – жидкость бирюзового отенька Специалисты утверждают, что с помощью наклонно-направленного бурения из более плотных участков две из трех залежей могут эксплуатироваться Судя по всему, запасы здесь промышленные В частности, газ залегает довольно близко к поверхности Земли Кстати, недалеко от огненного кратера есть несколько законсервированных скважин с остатками устьевой арматуры И снова ввести их в строй нетрудно А вот на участке с бирюзовым озером, где в пласте допущен водогазовый контакт, добыча, по-видимому, уже невозможно Здравствуйте! Подписывайся на канал! Нажми на колокольчик!